у нас уже второй час и 16 градусов тепла пасмурно мы закончили все дела утренние уже пообедали отвезли последнюю посылку хозяйке растений повезло больше всех там еще скидка была и подарочков там больше я уже там личные сообщения напишу что там спасибо всем большое за то что забрали хост и мне не пришлось их выбрасывать потому что очень жалко они принесут вам красоту уют ваших садах и они очень быстро разрастаются через какое-то время у вас тоже будет хорошая такая полянка из хост нам не теперь надо следы преступления убрать листья нарезала сейчас это все уберу и помою все вымола свой угол где я отправляла хост и смотрите когда я говорю что хвост и очень живучие ленте сенец растет между камнями такие они сильные но у меня такой сейчас уголок получился он конечно не козистый сейчас но я уверена что весной все это прорастет я туда покидала корешки без листьев и я думаю что все восстановится у меня теперь будет каждая розеточка это будет отдельный сорт не так как у меня было я каждому посылочку нарезала вот такой вот бересклет так что если вам попалась посылки такая веточка и и не выкидывайте и прикопайте она даст корни вам но я вам сегодня хочу показать свои канадские ели сколько у меня сортов и как они выглядят самые популярные канадские ели это ели коника вот тут у меня их пять штук покупались они маленькими были с ними проблемы вот сзади немножко видно да была ложная щитовка на них и до сих пор я с ней борюсь уже и и стала намного меньше развожу актару и проливаю по кроне и в корень я показывала как я ухаживаю вот в целом сейчас здоровая хвоя они уже прилично подросли наконец-то пошли в рост после лечения и сейчас уже вот так выглядят у меня не только эти пять штук коник есть еще сейчас я их покажу пока не формирую коники хотя они тоже поддаются стрижки я уже смотрела эти варианты в интернете в принципе я уже сама понимаю что любое хвойное растение можно формировать сейчас подойду покажу поближе они вообще как-то по-другому растут вернее были все одинаковые то ли место это дает такие приросты вот видите вот три штуки вот эти одинаковые абсолютно и вот такие эти коники дали верхушки либо у них закончился процесс укоренения дело в том что они были сюда пересажены в 20 году куплены были раньше и по всей видимости у них уже пошел процесс развития вот вот такие три коники здесь и сейчас еще покажу с той стороны там две такие же с такими же верхушками но одна из них весной дает желтые приросты вот сейчас я уже и не скажу надо найти видео сейчас они абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые вот это наверно желтая была я вижу внизу осталось чуть-чуть или это в этой тоже самое в общем надо смотреть я не помню какая из них желтая здесь тоже самое в общем только по весенним приростом нужно понять что они не одинаковые это одна коника а другая из канадских но другая в этой же клумбе у меня растет еще одна канадская ель и характерное название для ее роста она у меня сидит уже очень давно была пересажена несколько раз у нее название лилипут она очень плохо приживалась очень долго думала сейчас у нее развились уже корни и вот она такая маленькая 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 сантиметров 20 наверно сидит в этой клумбе у меня тоже есть канадские ели показываю вам самый большой экземпляр альберта глоба ель подушка видная очень симпатично смотрится особенно в композиции дальше две канадские ели у меня вот здесь подростки такие сидят в каменистом садике это ель эхине формис с сизоватым оттенком приросты как видим зеленоватые очень много почечек почти на всех канадских елях так тоже подушка видная форма достойный экземпляр для ландшафтного дизайна ведущая елочка медленно растущая дендрофарма год у нее весной желтые приросты она вся сияет и светится сейчас она выглядит вот так набитый шарик альберта глоба у меня есть еще маленькие экземпляры вот такие вот подростки вот они три штуки 1 2 и 3 посажены по дуге как всегда у меня моем саду так они выглядят хорошие елочки мне нравится и одно время их купила достаточное количество у меня есть еще меньше даже экземпляры следующие канадские елочки у меня живут вот здесь вот эти вот две с одинаковым названием sanders blue голубая хвоя не сразу они прижились сейчас уже начали расти после моего ухода ну и корневая я думаю начала развиваться уже как положено эту я позже покупала так вот они конусовидные растут здесь всего у меня четыре елочки посажены они отличаются окрасом миниатюрные все канадские и конусовидные это елочка дэйзи white так она выглядит у нее желтые приросты весной почти белые поэтому дэйзи white следующая елочка sun of the sky у нее тоже приросты светлые несмотря на то что у нее голубые иголочки вот такой осенний раскрас красивые елочки вот такие красотки у меня здесь сидят когда они станут выше будут конусовидные такие вот здесь четыре конуса и они будут уже всем кипарисовиком вместе смотреться хорошо но для этого время надо когда высаживаешь мечтаешь придумываешь план в голове но он осуществляется не сразу сюда идем смотреть следующую ель здесь на участке у меня одна канадская ель сейчас я ее покажу вот она растет возле гейхер елочка это под названием blue planet голубая планета смотрите какая она красивая редко встречается я как-то не очень много ее вижу в одном из питомников мне ее продали все посажено маленькими маленькими саженцами вот так она медленно красиво растет здесь у меня канадских елей больше нет возле качели кроме коник и осталось вам показать в таких вазонах вокруг дверей у нас растут еле коника децембр хочу сказать что очень хорошо растут в этих вазонах двойное дно там скапливается вода внизу и они подпитываются очень удачный вариант для такой посадки вот одна не все ели хотят расти в вазонах я пробовала много чего вот эти вот 4 хорошо прижились сверху щебень периодически надо еще не добралась до них надо щебень убирать и тоже убирать сорняк но пока так вот вторая вот еще третья такая же очень симпатичные елочки не капризная и последняя вот она было пять горшков один горшок у нас лопнул и в общем я куда-то пересадила я не помню уже что с ней случилось той елкой вот эти которые остались они хорошо себя чувствует и сейчас еще покажу две канадские ели они растут вот здесь в озоне стоят на подоконнике этой ели лаурин маленькие елочки причем я их высаживала в разные горшочки но только здесь они хорошо себя чувствуют здесь осадков не бывает то что крыша над ними и поливая я самостоятельно их в принципе им достаточно зимой подсыпаю снег прямо такими горсточками подсыпаю но там как отломится снег же знаете он как наст иногда бывает там постепенно себе тает на солнышке и вот так поливается этот вазончик и другие вазончики зимой тоже так поливаю беру снег если он есть и подбрасывая но вообще конечно их перед холодом надо хорошо пролить но вот такая меня коллекция канадских елей по моему все я показала так они сейчас выглядят с учетом того что у нас сейчас тепло то цвета они почти не изменили картинка практически не меняется на этом пожалуй все круг наш зарастает я уже ходила смотрела там уже есть проростки газона всем спасибо за внимание на сегодняшнюю связь с вами я вас лично никого не знаю но у меня какая-то появилась поддержка что ли я такое ощущение ну что всем желаю поддержки в этой жизни чтобы было поменьше огорчение и побольше хороших людей встречалась в вашей жизни всем пока